Всем привет! Что может быть лучше просмотра фильма на удобном диване с планшетом на коленях и пачкой каких-нибудь вкусняшек в руках в компании близкого человека? Я знаю, что то же самое, только чтобы фильмы были в одном месте, в хорошем качестве и с подробными описаниями и рейтингами. Как раз для этого есть приложение сервиса Play Films. Давайте смотреть! В App Store приложение доступно бесплатно. Установить вы его сможете на любое устройство с iOS версии 5 или выше. Таким образом, вся ваша медиатека всегда и везде будет доступна. А благодаря возможности просматривать фильмы через мобильную сеть, при условии достаточного количества трафика, вам будет доступен просмотр последних киношедевров вообще везде. Более того, если трафик не позволяет выкачивать целый фильм, то у вас всегда будет возможность сохранить фильм в памяти устройства и смотреть его сколько угодно раз. Но все-таки поговорим подробнее о самом приложении. Как и большинство iOS приложений, Play Films состоит из нескольких вкладок. Это главное, каталог, мои фильмы, друзья, поиск и настройки. Главное представляет собой страницу новинок и рекомендаций. Здесь пользователь может ознакомиться с новыми поступлениями фильмов, посмотреть, что рекомендует сам сервис и взглянуть на коллекцию лучших картин Play Films. В самом верху красуется отличная каруселька с трейлерами. Можно посмотреть и выбрать кино для просмотра. Дальше каталог в виде выпадающей менюшки. Здесь все доступные фильмы рассортированы по категориям, плюс есть дайджесты типа Play Weekly. Здесь же, тапнув по конкретному фильму, мы откроем более подробную информацию. Во-первых, трейлер, чуть ниже есть краткое описание, год выпуска и жанр. Правее оценки пользователей и ваших друзей, если они тоже пользуются плей-фильмами. А если свайпнуть влево, то мы увидим махонькую менюшку с рекомендациями похожих фильмов. Покупка фильмов осуществляется напрямую через AppPurchase на самом устройстве. Достаточно нажать на кнопку с ценником, и приложение сразу предложит оплатить покупку, после чего можно начинать просмотр или загружать фильм на iPhone или iPad. Следующая на очереди вкладка MyFilm, которая, в общем-то, говорит сама за себя. Здесь собраны все наши купленные фильмы. В этой же вкладке можно загрузить фильм на устройство, чтобы посмотреть его позже. Достаточно удобная функция в случае, если вы отправляетесь туда, где с интернетом совсем плохо, а фильмы смотреть очень хочется. Не обошлось и без социальной составляющей. С помощью Twitter, Google+, Facebook или ВКонтакте мы можем найти и добавить друзей в плей-фильмах и отслеживать их активность в сервисе, что смотрят, какие оценки ставят и прочее. На поиски, думаю, не стоит заострять внимание. Здесь все просто. Вбиваем название фильма и смотрим результаты. Если то, что мы искали, нашлось, то оплачиваем просмотр и готовим попкорн. Все весьма просто. А последней вкладкой в приложение являются настройки. Их тут много. Можно настроить уведомления, добавить друзей, просмотреть свою страницу, узнать о действующих сертификатах на фильмы, подключить смарт-телевизор и просмотреть список других подключенных к аккаунту устройств. Средняя стоимость одного из более чем 4 тысяч фильмов в сервисе составляет порядка 170 рублей. Но, конечно, ценник этот не фиксирован. Можно найти фильмы подороже, можно подешевле. Но понятно, что новинки будут стоить дороже, чем не самые новые фильмы. Если сравнивать с iTunes Store, то ценник на киношке в плейфильмах несколько ниже, если говорить именно о покупке фильма. Как уже говорилось в начале, приложение бесплатно. Однако нужно иметь в виду, если у вас жил брейкнуты устройства, то купить и посмотреть кино не получится. Ну а если вы пользуетесь чистой и невзломанной iOS, то сканируйте QR-код на экране и загружайте плейфильмы на свое устройство. А на этом все. Подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok